Для кого-то видеть министра образования России в футбольной форме не вполне обычно. Но, как оказалось, Дмитрий Ливанов и его команда из Миноборнауки со студентами футбол играет регулярно. Из последних встреч – Москва, Казань и Санкт-Петербург. Так что сборную вполне можно назвать опытным игроком. А за командой волонтеров – молодость и задор. Более того, в рядах новоиспеченных футболистов бывалые спортсмены, пловцы, легкоатлеты. И еще солидная группа поддержки, которая, кстати, болела за обе команды. Больное поле зовет команда министра вперед! Перед началом матча приветствует Министерство образования Края Дмитрия Ливанова. Министр благодарит волонтеров за проделанную на играх работу. Но в конце добавляет – за работу спасибо, но на поле будем биться по-настоящему. То, что каждая команда нацелена только на победу, стало понятно уже с первых минут матча. Первыми, воспользовавшись ошибкой вратаря команды Министерства, счет открывают волонтеры. Потом было еще два мяча в исполнении волонтеров, но в конце первого тайма сборной Ливанова все-таки удалось забить. На перерыв команды ушли со счетом 3-1. Второй тайм тоже был богат на голы. Но даже реализованный пенальти под занавес матча в исполнении футболиста от Миноборнауки не переломил ход игры. 6-5 с перевесом в один мяч выиграла команда добровольцев. Главное, чтобы всем матч понравился. Мы старались, они старались. Просто нам повезло чуть побольше. Мы сумели забить всего лишь на один мяч побольше. Поэтому я хочу передать им большое спасибо за то, что они показали достойный футбол и поблагодарить мою любимую команду, которая сегодня выложилась на 120%. Волонтеры, отметил Дмитрий Ливанов, обыграв команду Министерства, еще раз доказали – быть первыми во всем – это уже в их крови. Так научились зимние игры. За работу на Олимпиаде и Паралимпиаде волонтеры получили отлично. Такую оценку дали абсолютно все – и организаторы, и участники, и болельщики. На Олимпиаде работали 25 тысяч добровольцев. Игры в Сочи дали старт развитию волонтерского движения во всей стране. Я думаю, что мы все должны им сказать большое спасибо за работу. Но очень важно, что в истории волонтерского движения это не точка, а это только начало. И волонтерское движение в России будет развиваться. У нас впереди очень много новых и спортивных мероприятий, очень много социальных проектов. Поэтому я думаю, что движение волонтеров в России будет расти. После игры капитаны команд обменялись мячами. На них еще до начала встречи волонтеры и спортсмены-чиновники от образования оставили свои автографы. Еще один мяч достался директору сотой школы, на поле которой и проходила игра.